Так, ну вот в связи с тем, что я заядлый велосипедист, я хочу снять ролик о том, как тут устроена тротуар, дорога, и как тут кайфово, так скажем, для человека, который обожает велосипедный спорт. Я начинаю ехать, это вообще дорожка для пешеходов, но так как тут съездят на машине, она всегда пустынная, и я стараюсь ездить по таким дорогам. На проезжую часть стараюсь не выезжать, потому что все равно это опасно, да и незачем, если здесь, в принципе, это все можно сделать. Вот здесь, я хочу сказать, можно заехать на любой участок земли, и здесь всегда будет выезд на какую-либо дорогу. Вот видите, тут все поребрики скошены, но это, конечно, не для велосипедистов только, а для инвалидов, для мам с колясками, пап, потому что здесь очень распространено, когда с колясками по утрам американцы бегают. Вот видите, вот к светофору подъехал, нажал здесь кнопку, и дальше продолжаешь ехать. Вот так вот, по этой дорожке, все, едешь, 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 вот тут тоже вправо уходит, это вокруг кустов, вокруг всех зданий, здесь можно вообще без проблем ездить. И ты можешь вообще объехать всю Петалуму и ни разу с велосипеда не слезть, для того, чтобы там поребрик помешал или еще что-то. Вот здесь тоже вот такой съезд, все, съехала, подальше, заезд. Вот слева от меня эта полоса широкая, это тоже для велосипедистов на дороге. Так, следующие улицы подъезжаем, опять съезд, вот так вот. Сейчас я проедусь по дороге, вот так вот, я могу так ехать. Байк написано, line bike. И ни одна машина меня здесь не должна задеть. Там впереди горы. Еще у них дома пишутся на поребриках, потому что очень удобно, когда едешь на машине, не надо голову поднимать и смотреть на дома. А ты можешь спокойно вниз глаза опустить по ходу движения и видеть, какой дом номер. И если даже вот я еду, здесь допустим нету съезда, вот как сейчас будет поребрик, то нужно просто повернуть направо. Вот по ходу этого тротуарной дорожки немножечко проехать. И всегда, все равно будет съезд. Вот он. Все, я могла отсюда съехать. Разворачиваюсь. Потому что мне надо прямо на велосипеде 10 шагов влево-вправо сделать, ничего страшного. Тем более у меня велосипед вот этот, он без амортизатора. Ух, съезд. Он без амортизатора, он только по ровному асфальту. Шоссейный там, как я не знаю его назвать. Вот опять съезд. Вот тоже. Это аэропорт наш, Петолунский. Там самолеты стоят. Вот я еду. Вот здесь переход. Тоже для граждан. Тут все машины, даже можно на кнопку не нажимать, все равно все машины остановятся. Тебя пропустят. Так, дальше я поворачиваю. Тоже съезд. Но мне надо вот туда. Вот туда, вот туда, куда поехала машина. Все, я еду. Выхожу на финиш напрямую. Все, и я тут вообще пилю и пилю себе. Вообще кайф. Я просто в России тоже любила на велосипеде кататься. Но там народ, детишки, им тоже бегать хочется. А тут велосипедисты. Вон бассейн, пожалуйста. Не знаю, получилось. Нет. Но там детишки, им тоже хочется бегать. Родители их за руку держат, потому что отпустить невозможно. Потому что люди, велосипеды, дети. Вот самолеты. Это наш аэропорт. Суббота, воскресенье, конечно. Тут вообще все летают. У кого есть эти самолеты. Причем по 5, по 6 самолетов в небе. Это вот как мы в компании собираемся на велосипедах кататься. Ну, в России, допустим, по 5-6 человек. Вот они также на самолетах летают. Потом какой-то этот выпускают. Дым с самолетов какие-то. Делают всякие фигуры там. Ой, ну это вообще классно. Конечно, обожаю это место. Вообще обожаю. Ну, это вот дорожка, по которой я сейчас еду. Это вообще она идет вокруг Петалума нашего города. И здесь можно делать пробежки утром. На велосипедах катаются. Кто мамы там, папы бегают с колясками, с детьми. Тут ни машин нету, естественно, ничего. Она совершенно безопасная. И поэтому, конечно, тут вот так вот просто ездить. Но я люблю ездить внутри города, потому что там столько красоты. И я это все смотрю. Где надо, остановлюсь. Где надо, поем. Поем фруктов, которые тут растут каждый месяц. Я буду тоже снимать ролики об этом. Ну вот, в общем-то, и все. Приехали. Ну все, всем пока. О, полетел, полетел. Полетел. Не успела.